Великолепно Насколько Сложно было воспринять Эту проблему Вам как то что я делаю Это неправильно Как вы как человек и как компания Воспринял это Я понимаю о чем вы спрашиваете У нас было грубо говоря два шанса И у компании и у меня в частности Делать плохую мину при хорошей игре Наоборот Делать хорошую мину при плохой игре Или сказать все как есть Факты свидетельствуют о том что да Что то в последнее время в танках Было не так и поэтому было принято Достаточно оперативное решение То что мы называли рубиконом Ну и как то считали что это будет хорошо Не выпускать Все тесты показывали что игрокам это не очень заходит Мы их услышали Ну и естественно для того чтобы игроки поняли Все таки что мы осознали Мы пригласили блогеров Ну ведущих блогеров Из России Из Европы И недавно я с американскими игроками встречался И в открытую вот так вот Вот как я с вами Сказали да мы ошиблись Да не слушали Это надо исправить Все вот это такая правда жизни То есть здесь невозможно ничего скрыть или утаить После этого действительно достаточно активные действия Внутри компании мы начали Ну по некоторой реорганизации Некоторой реструктуризации Мы ввели так называемую продуктовую группу То есть если раньше танки Это была просто часть девелопмента То есть сейчас танки выделены в отдельную продуктовую группу Которую я на временной основе возглавил эту группу Как говорится ничего не бывает более постоянного чем временное Эта группа объединяет в себя специалистов из всех подразделений То есть это и паблишинг Это маркетинг Ну естественно разработка Администрация Вот мы заседаем достаточно часто Смотрим всю статистику Там отдел комьюнити приносит Какая-то сводки с фронтов То есть с форумов, социальных медиа О чем блогеры говорят Вот И ну мы засучили рукава И начали исправлять И ситуацию в целом И танки в частности А вернули ли вы и ту старую гвардию Которая делала те танки много лет назад Потому что насколько я понимаю Они достаточно возвысились И имели в тот момент разработки Не плотное отношение Вернулись ли они сейчас То есть как бы пытаетесь ли вы переродить те танки За которые игру полюбили игроки Вы наверное говорите о Славе Макарове и Сергея Брукатовского Они вообще-то никуда и не девались Просто как вы могли заметить Мы и другие игры начали делать То есть после успеха танков мы начали делать самолеты Мы начали делать World of Warships Мы двинулись на консоли То есть это PlayStation 4 Это Xbox 1 Это Xbox 360 И двинули в мобильное направление У нас постоянно идет экспериментальная работа В рамках нашего R&D То есть такой НИИ Если можно так сказать Вот То есть они отвлеклись Сергея и Слава Они отвлеклись на те направления в том числе Ну и Крис Тейлор тоже делает большой проект Но мы пока еще его не объявляем Нет, правило шоу-бизнеса очень простое Если ты пока не уверен, что вот это вот конкретно взлетит Вот реально взлетит Что игрок это полюбит А делать это в общем-то в результате тестов То объявлять не стоит Мы несколько раз уже обожглись на этом Это никому пользу не приносит Ни нам, ни вам, ни игрокам Вот То есть Но да После ситуации с Рубиконом И Сергей Бургатовский И Слава Макаров Вот Плотно переключились на танки Мы также пригласили Вот тех Двух видеоблогеров Один из них Муразор Всем известный То есть он ругался матом Критиковал У него очень У него десятки тысяч боев Он реально очень плотно сидит В танках Мы его пригласили Он сейчас работает в Wargaming И активным образом участвует Вот В проекте Ребаланса танков Ну Это дело мы стараемся Максимально освещать Вот И сейчас В общем-то Мы этим занимаемся Мы хотим Я хочу сказать От лица компании Большое спасибо Видеоблогерам И игрокам За то, что они на самом деле Дали нам какой-то кредит доверия Да Мы ошиблись Мы признали И вот сейчас Мы не видим этого негатива Который был осенью И игроки дали нам В некотором плане шанс Они ожидают 9.14 было воспринято хорошо Там сверхреволюционного Ничего не было Замечательная физика Отличный звук Который повысил информативность Вот Но Естественно Более крупные изменения Нас ждут В 9.15 В 9.16 И Быстро Прямо У нас буквально Одна минута Я так понимаю Что дальше? Я на самом деле Очень счастливый человек Из-за того Чем я занимаюсь Я играю в игры Уже там Сколько я помню 28 лет Вот как только увидел Первый компьютер От саб-лаборатории И все Вот я начал играть В компьютерные игры И так получилось Что через эти игры Я вышел Ну с несколькими своими Так сказать Старыми сратниками К производству игр То есть Долгие 18 лет Мы этим занимаемся Ну и только Реальный успех Естественно Пришел только Вот с миром танков Вот там 6-5 лет назад Формула Того чего мы делаем Очень-очень простая Есть игроки Мы должны сделать их счастливыми Для этого мы должны Их слушать Мы должны с ними общаться Мы должны их видеть Мы должны их приглашать Читать форумы И понимать чем они живут И дышут И строить компанию Разработку Все наши технологии Для того чтобы То что игроки хотят Доставлять им По максимуму Быстро Четко Без багов Красиво Ваши группы Играют порядка Там сколько Получается 8% Мира Следует понимать Чтобы понятно Что не все Зарегистрировавшиеся За 6 лет Играют активно Кто-то уходит Кто-то уходит Потом возвращается Ну Проникновение Например В той же России В Польше Оно огромное Одна из реальных проблем Кораблей World of Warship Что все играют в танки Ну Работаем Понимаете Этот успех Вот этот успех Он может улетучиться Вот прям завтра Или через пару месяцев Если мы Перестанем Слушать игрока И перестанем Перестанем Выпускать Замечательные обновления Чувствуются ли Оручество Сами что чувствуются Не-не Мы люди скромные Я лично сам играю в танки Я играю в танки На планшете Я играю в World of Warships То есть Если там что-то хорошо Я это вижу как игрок И мой сынишка Видит это в блице Тоже как игрок Поэтому у меня есть Обратный канал Немножко более короткий Для разработчиков Все, всем рад Спасибо Спасибо Огромное